Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 352. События дня. Эпиграф о том, как служить Богу всем сердцем и не увлекаться миром. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Мы уже это говорили. Говорили каждый день новое. Главное, еще ничего им не сказал, а уже их осудил. Осудил. Келево поставил на них. Запах теперь у них другой. Все другое. Прелюбодеи и прелюбодеицы. Живет в нормальном браке. Может это быть священник. Прелюбодеи и прелюбодеицы. Прелюбодеи. А это не кто-то, а президент, царь. Если только он любит мир, другом миру становится. Так, а это все масоны. Промасонина там Англия, Франция там сплошь и рядом. И здесь что было? Понимаете, вот на все надо смотреть через призму священного писания во свете Библии. Что об этом говорит Библия. Ну и дальше это за 28 ноября 2016 года. И он говорит об этом. Затормозите и почитайте, что здесь говорится. Я избрал поэтому. У вас такое есть, что у вас слово есть. Мир возненавидел. А слова не было в России. Не было переведено Библией. Мир-то все равно заглатывал еще и хлещи. Ну и дальше ролик посмотреть. Ролик, где вот это вот указано, которое. Контр. Нажать внизу, в левом углу. И держать. И тогда курсором щелкнуть на это. Подержать курс. И сразу вытащить тебя на этот. Ну и здесь два видеоролика. Я это беру. И все в основание. Говорят, а почему уже не один раз было? Потому что дважды два четыре. Не пять. Некоторые не знают. Но один служитель Московской Патриархии сказал. Семинария и Духовная Академия мне дали очень много. Я научился так врать, что я сам в это верю. Но он, может быть, так и не сказал. Но смысл жизни именно такой. Все оправдает. Я говорю, бороду зачем бреешь? А вот щеки выбритые. Ну а щеки разве к бороде относятся? Я к чему? Это бакенбарды. Никогда не думал. Я говорю, а усы для чего постригаешь? Ну так это же не борода. Про усы в Библии не сказано. Правда не сказано. А подрезаешь зачем? Ну причащается, чтобы не задеть это все. Попы все. Все постригают. Архиереи постригают. Никто не постригал. По сегодняшний день мы смотрим старообрядцев. Ни один волосинки не тронет. Так оно заденет. Так в рот-то губами-то берешь-то. И усы облизывать можешь. Да и рот-то ты раздеваешь. Ложечку лжицы называют. Она в рот идет. Она к усам не прикасается. Ложь. Везде ложь. Все усы подстрижены. И архиерея, и патриарх усы подстрижены. Прям по-мусульмански. Вот-вот уже будет все. Бритые, как католики. И вот мы еще раз составили. Вот тут один ролик. Называется «Вход в канал». И будет называться «Гимн во свете Библии». Открытым оком. И вот он рядом здесь. Только нажмите. Его видно на нашем видеоканале. Она есть. В первых рядах здесь. Гимн. Гимн сайту. Я такого нигде не находил. Спрашивал, есть ли где еще в мировой сети, чтобы гимн составляли и пели сайту. Нашему сайту достойная хвала. Богатейшие ресурсы. То есть состязаться нам даже нечем. Близко ничего нет. Вот, допустим, Библия переведена на 2025 языков. Примерно. Ну, не вся, и Новый Завет, кое-где одно Евангелие. Но примерно. А сколько наций? 2896. Ну, так а много или мало? Ну, следующее произведение. Допустим, 123. Примерно говорю, может быть, сейчас 125. Вот полка стоит. 2000. Там 20 переводов. Дальше. 2010 полка пустая, пустая, пустая. Наконец, 200. 200 с чем-то. Кто? Лев Толстой. Низалиа, Нима, Пассан. Ну, дальше еще ниже, еще ниже. Недостоевский пониже. Ну, и сегодняшняя. Там, если переводят на 2-3 языка. Ой, как. Да, это там его труды переводят, или труды и книги. Ничего это не значит. 2000 с лишним в Библии переведенном. Сравнивать нищим. Я подбиваюсь-то к чему? Когда зайдете на этот, почитайте, что гимн составленный. Дальше. Наш отчет за воскресенье. Как у нас было? События дня. Уже 350 событий дня. В году 365 дней. Это означает, что скоро годовщина будет, как меня подтолкнули, к ежедневному видеоролику. Который называется «События дня». Это мы якобы колеснику. Мне говорят, что никаких колесников Николая и Анны не было. Больше никто из них не появлялся. Говорят, что это недруги подкинули нам эту идею, чтобы мы давали отчет за каждый день. Для чего? Чтобы узнать, что мы делаем, подкопаться под нас. Я делаю отсюда вывод. Неплохую извлекли мы пользу. Теперь представим, что здесь есть в этой теме на каждый день. Это нигде в ролике не поставишь. Они нам сами открыли эту тему. Могу сказать, что будем благодарить Бога, когда через две недели будет уже 365 номер событий дня. Надо Бога благодарить в этот день и званый обед или ужин сделать. Ну, какой ужин здесь? Капусты листок лишний дадут. Мы не пропустили ни одного дня, но явили постоянство. Каждый день даем отчет. Разве делаешь что-то оригинальное? Не знаю. Известное, я уж не называю там, все, которые священники выступают, вопросы дают, хорошие ответы. А они дают такой отчет? Нет, мы опять оказались, ну, ну, они могут делать. Ну, у них один будет, у нас 360. Да не будут они делать. А какая причина? Посчитают это ненужным. Второе, нечего сказать. Он говорит отстраненно. Мы говорим ежедневно, у нас люди учатся. Как встаем, молимся, пьем, едим, гостей встречаем, в лагере строимся, снег кидаем. У нас вся открытая жизнь. А где-нибудь еще в интернете есть, не встречал. Разные программы есть там. Ну, где-то выступает, дуращится. Вот такой-то, кто он такой. Ну, и себя называет таким. Бородач, я бородач. Вот так далее. Он теперь это под юродиво играет. Мы говорим так, как есть. Ничего не натягиваем. Открыто. Люди видят, как у нас здесь. Как-то поверни туда, покажи там, что они делают. Кто играет. На кухне сидят. Надя, повернись туда лесом. Вон они. Покажи там. Наклони. Вот они играют там. С котеночком играет гликерия. Ох она. Тащи, тащи. Ой. А мы в это время здесь читаем. Мы не пропустили ни одного дня. Разве делают что-то оригинальное? Не знаю. Известное выступает о разном. Но чтобы отчет за каждый день давать, не встречал пока ни у кого. Если кто-то встречали там, может быть, ну и на каждый день, именно не события комментировать, а из своей жизни. Сегодня начало поста понедельника. Это вчерашний день. 28 ноября 2016 года. Вчера у нас был еще Савченко Виктор. Приехал он экзамены сдавать. У него очередная сессия в семинарии. Это событие для нас. Сергей Пупков. Утром рано. Ну, мы вставим 4.40, а он уже попозже пишет. На нашем сайте, не на форуме, до сих пор стоит объявление о лагере. Думаю, стоит убрать или изменить. Потому что лагерь я ликвидировал. Сильно нападал Роспотребнадзор. Я понял, борьба неравная, нам ничего не сделать. Власть на их стороне полностью. И полиция, и прокуратура, и суды. Ну, это невозможно. И я его ликвидировал. Теперь лагеря у нас нет. Просто покупаем дома. Люди живут там, приглашают, и в домах живут. Не во дворе нигде. В разных домах. Разно готовят, разно спят. А собираемся вместе, играем. Деревенские ребятишки. Думаю, стоит убрать или изменить. Сергей говорит. С нового сайта. Рекомендуется сайты Азбука Веры и другие. Зачем? Азбука Веры. Не знаю, я не видел. До сих пор на сайте стоит просьба молиться о возобновлении занятий по изучению Библии. Вот это, она стоит. То есть, отказали в университетах, где я вел занятия. Везде отказано. Не нам, всем. Из Москвы пришло указание. Боязнь. Вот это, сегодня говорят, там экстремизм и прочее. Из-за нас ханатайствовал ректор Коршунов, Леп Александрович. Он говорит, что нельзя сделать. Ничего. Потому что здания эти, университеты, переписали на Москву. Они, не местная администрация владеет этими зданиями, корпусами, а Москва, интересно так. Ну и я сказал молиться. Молиться так и надо. Считаю, что нужно на сайте дать знать, что занятия ведутся в скайпе. Либо у меня на дому по адресу Барнаул, Горноалтайская, 21-355, в среду и пятницу с 18.00. Ну туда зачем по адресу? Это надо найти по скайпу Пупков Сергей и попросить. По нашему 18.00. Разница с Москвой в 4 часа. Раньше. Крайне возмутило меня, что на нашем сайте выскакивает реклама, которую невозможно закрыть в течение 20 секунд. Многие, просто не дождавшись, закроют страницу и не получат душеполезную информацию. 20 секунд принимают. А что многие? То есть предположительно. Но ему не нужно. Если 20 секунд, он не хочет задержаться. Да и реклама-то убирается еще. Нажать. У нас не было рекламы. Меня убедили, что надо дать возможность. И даже через рекламу люди приходят, что-то такое. Я не понимаю. Я этого не делал. Мне она есть? Нет. Для меня это не касается. Модератор работает, администрация Ютуба. Там другие. Не получат душеполезной. Ну и на что не стоял. Ну если ты пришел куда-то в магазин и сказали, через 20 секунд, секунд, магазин открывается. А я не буду, мне не надо, 20 секунд стоять. Но так же не делается. Ты отмахиваться не будешь. А как тут отмахнуться? Ты хочешь есть? Кормят где-то людей. И сказали, подождите, 20 секунд еще. Ну, кстати, я не буду за стол садиться. У нас богатейшие ресурсы. Вот. Считай это крайне недопустимым. Почему крайне недопустимым, когда везде реклама? Я не знаю. Я ее, если мешает, где-то убрал. Кино смотришь, тоже. Рекламу срочно нужно убрать. Никто ее убирать не будет. Говорят, она нужна. Меня не убедили, но я разрешил. Игнатий Тихонович, разберитесь со всеми этими вопросами ради Христа. В кратчайшие сроки. Но ради Христа надо говорить в крайнем случае. Не поминать имя Господня в суе. Что Христу это надо 20 секунд. Почему ради Христа-то? Это тоже легкомыслие. Нельзя так делать. Я отвечаю, к нашему сайту в Астете Библии не имею доступа уже несколько лет. Поменяли пароли, мне не сказали. То есть, я не хозяин совершенно. Я вот, когда открывал сайт, я знал, что за ним будут охотиться. Мы сразу открыли два в Америке, два сайта. Я попросил там в Малайзии где-то, в Новозеландии, вот таких местах, на севере там, ну и других местах. В разных местах дубль шел. Делают, не делают. Сказали, открыли в Канаде. Но я даже не видал и не знаю. Они от нас копируют, как бы копию. Так. Я говорю. И за сайт отвечает такой-то. Я не стал говорить, кто, знаю, что говорят, что это не надо говорить. За сайт. Один отвечает за форум, другой за мой мир, третий там за канал. Я не отвечаю. И я ему тоже говорю много раз уже, но ничего не делается. Люди жалуются, что некоторые книги не открываются. Он не занимается, а краснобайствует. Навались на него сапсами, ураганом и верну. У Сергея. Для собаки ученые. Сергей Павков. Жалко, ведь брат все же. Я отвечаю. И к другим ресурсам я не имею вообще никакого доступа. Нет паролей. Ни к новому сайту, ни к дублю, ни к тем, что в других странах открыто и подстраховывают. Как мне говорят, ни к одноклассникам, ни к ВКонтакте, ни к живому журналу, ни к Твиттеру, ни к Фейсбуку, ни к другим нашим ресурсам. То есть везде у нас есть. Говорят мне, что там тоже наши работают. Нигде и что не вижу. Только в ВКонтакте много житей выставляется и немного наших роликов выставляют. Моя работа ежедневно, только в моем мире, на нашем форуме во Свете Библии, открытым оком, и на нашем видеоканале открытым оком во Свете Библии. Когда я вел занятия в пяти институтах, университетах, то редко было более ста слушателей в одном помещении. Или пусть даже семьсот пятьдесят в одном актовом зале, когда вел занятия в актовом зале. Более было, когда вел три радиопрограммы еженедельно. Одна была с часовая прямым эфиром. Но обратной связи почти не было. Теперь же только на нашем видеоканале у нас цифры 5439 подписчиков, 4 миллиона 523 тысячи 930 просмотров. То есть заходили на наши занятия. Поступает просьба выставить книги и сообщает нередко, что благодаря нашим ресурсам пришли люди ко Христу и в Церковь Православную. Так что при таком раскладе мы немного потеряли. А работа наша на духовном фронте перешла в другой формат. И в одном месте там написано под нашим. Кто написал, не знаю. Внимание! Сайты и статьи с тематикой порочащей личность правосповедника Игнатия Тихоновича Лапкина составлены некомпетентными или враждебно настроенными людьми. Я говорил, когда там вот недавно Михаил Карикоцев говорил, я слова, их уже сюда перенесли. Кто это делает? Но явно, что кто имеет доступ. А во мне, когда говорят, это люди, которые ничего не знают. Ну, они по неведению, прости им, Господи. Они не знают совершенно. А говорить, что об нас тайна, или фамилии скрывают, ники, аватары, у меня нет, ни этого нет. Слава Иисусу Христу! Вот так. Михаил один пишет. Здравствуйте. Спасибо большое за вашу работу. С удовольствием смотрю ваши видеоролики, видеоролики, и здесь, ваши видеоролики на Ютубе. И, конечно же, считаю положительным возрождение российской деревни таким образом, со своим уставом. Если не трудно, ответьте, пожалуйста. Кто ведет переписку? Лично Игнатий Тихонович. Некоторые это замечают. Когда меня летом нет, а я говорю, вы, основные вопросы-то вы знаете, что замечают. А мы, говорит, сразу заметили, это не вы отвечаете. Вот видите, как я говорю, вот я оставляю вопрос, я отвечаю его, вы скопируете, отдайте ему, человек ответ получите, а не то, чтобы теплые были. Да, я отвечаю, да, это я. Можете зайти по скайпу, сейчас и поговорим о спасении во Христе Иисусе и Душе. Михаил бы, ну, что-то там было, я его спрятал, фамилия нету. Он отвечает, спасибо большое, Игнатий Тихонович, за личный ответ. Просмотрел множество видео о вашей деревне, о лагере, уже многих заочно знаю, как будто в своей родной деревне, соболезную по поводу закрытия лагеря. Вызывает большое уважение трудолюбия людей в сложных условиях, без дороги, с твердым покрытием. Вдали от цивилизации за 150 километров реализация молочных продуктов. Люди добиваются таких результатов. Многодетная семья, ухоженные, чистые дети, имеют по нескольку автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной техники, добротные жилые дома и подсобные помещения, скот и тому подобное. Я про него не знал, вот вышел. А которые верующие, там какие, называются верующие, душители, митрополита Филиппа, душил и скуратов, они сейчас еще такие есть, на нас нападают. Хотя я являюсь убежденным атеистом. Но, сопоставляя вашу деревню со многими другими деревнями и селами, в которых сплошные пьянки, воровство, жестокость и злость между их жителями, обращение в суды, на соседей, я делаю вывод о том, что им просто необходима вера в Бога. Главное, я не верующий, а людям необходимо. Я про одного читал, и кто-то говорит, ну, ты вот богатый такой, а не верующий. Да, не верующий. А почему же детей-то в воскресную школу посылаешь? Опасно с не верующими жить. Они меня убьют. Убьют. Так и большие дети? Да не большие, говорит, один уже в восьмом классе. Я, говорит, ночью в одной комнате, я, говорит, забаррикадируюсь, говорит, со скамейки, стулья поставлю около дверей. А детей никого больше нету. Мой двоюродный брат умер в возрасте 53 от алкоголя. Другие мужчины пьют, считая себя героями. Хороших семей мало. Я живу и тружусь в Казахстане, в городе Байконуре. Как написал выше, я атеист. Я имел возможность связаться с вами по скайпу, но не хотел огорчать вас своим неверием в Бога. Поэтому не стал звонить. Хотя бы очень интересный человек и собеседник. Вот видите, как даже берегут, они знают, как я переживаю. Михаил, я молюсь, чтобы вы поверили в Бога. Кто неверующий в Сына Божия не имеет жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем. Ваша искренность располагает к вам. Не веря ничего не дает. Лопух на могиле. Я когда беседую, я говорю, ну давайте так вот на пять минут предположим. Вот ты атеист, ты, вот Михаил, пять минут вот предположи. Я предполагаю, что ты прав, Бога-то нет. А потом пять минут вы предположите, что я, прям верьте в это, что я прав, а вы не правы. Вот допустим, вот вы правы, атеист. Ну а я не прав. Чем моя жизнь отличается? Во-первых, у меня цели направленные. Какая, видите, деревня нами созданная. Она одна такая, на всю Россию. Один такой лагерь был с таким уставом, так жить, сорок пять лет. Понимаете, ко мне обращаются люди, большого звания. Меня тогда приглашали беседовать, там, первый секретарь горкома партии в Барнауле, в Москве, с профессорами, с академиками, с писателями. Им всем было интересно. А сейчас тем более, выходят такие люди. Ну, просто интересно. Ну и что? Я пьем, ем и пью. У меня пост есть, как называют, разгрузочные дни. Мое здоровье лучше, чем атуиста. Это так понятно. Я не переживаю, не злюсь, сплю спокойно. Я лег за мной, сестра как-то посмотрела, сколько я засыпаю, говорит. Это уходит меньше минуты. Меньше. То есть я все полностью уснул. А так, когда спишь, когда на душе полный покой, никого не обидел, никому не должен, я никогда в долгах не был, рубля никому не должен был. Не был. Ну, должен. Там между своими говорю, там мне неохота идти получать сберкассу. Ну, это не долг, там полдня. Вот. Считай, хорошо жить, можно атеистом. Просто быть нормальным человеком. Хорошо жить, а как помирать? Обычно говорят, не умрешь, горя хватишь. А к атеисту относятся, умрешь, горя хватишь. И вот, я не верую, я верующий. А Бога нет. Дальше что? У меня хорошие друзья, нормальная в семье, послушная жена. И все. Если не послушная, я законом Божьим ее возьму в рамки. Понятно это? Понятно. Какие у меня друзья? Какая взаимопомощь? Что я проиграл? Ничего не проиграл. И у верующих жизнь длиннее, дольше. В 53 года у нас никто не умирает. У нас вот, где Чечня воюет, наши ни один туда не ходили. В войну, вот сейчас война с Украиной, наши ни один не пойдет. Не стрелять, не бить, ни в Донбассе, нигде. К нам отношения других людей лучше. Это проверить можно. Вот вы атеист. Все. С чем вы поедете? Даже вы напишите книги. Допустим, написал хорошие книги, как Лев Толстой. И что? У меня 38 томов, и я проехал от Владивостока до Лиссабона. Дарья, ты будешь дарить, атеист? За всю мировую историю никто этого не делал. Самому ехать, встречаться, беседовать и дарить. В Скандинавию пройти, Прибалтику, Север, более 600 городов. 600, когда до одного надо доехать. Это все вера дает. Вера. А без веры? Нет. Ну и что я? Ничего не понял. Ну нет, Бога нет, я верил, верил, но у меня все нормально было, и в армии нормально, и вернулся. Все нормально. Я все время занимаюсь, учусь, люблю голубей, хожу тут, ухаживаю, гости. Теперь давайте 5 минут. Я прав, а вы не правы. Мы доказали, что ваша жизнь хуже. Но вот наступила смерть. Любая жизнь заканчивается смертью. Я прав. Верующий, Сына Божия имеет жизнь в вере, неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Смерть, это начало бессмертия. Вот такое хорошее выражение. Смерть, это начало уже бессмертия. Почему? Памятники ставят, люди понимают, это никому не надо. Святые кладут кому? Камню. Если людей-то нигде нет, значит, как-то вроде передается, они там видят, и видят, что мы их почитаем. Такое мнение. Я что проиграл? Вы все проиграли. Вы видно, что хороший человек, Михаил. Просите Бога, молитесь. Я каждый день благодарю Бога за дар, который мне дал веру. Я себя ощущаю, что я верующий, как только я стал ощущать, что я понимаю. Помню, как мне было, ну, где-то, ну, два с половиной года примерно. Ну, два с половиной года-то что? Я помню, как мой отец пришел с фронта, ему руку левую оторвало. Оторвало кисть, дороговуш, Смоленской области. А когда делали операцию, я полагаю, в Красноярске, это уже, видимо, там гнило все. И тогда отрезали почти под самое плечо. Культяпка была. Я говорю об отце. И вон в это разошел в шинели, я как помню, тут стоял у нас сундук. Я на нем то ли играл, то ли что, а направо, как заходишь, русская печь. Отец зашел, то ли поклонился, или молитву сотворил. Я как увидал, а никто не заходил, мама за жеребцами там ухаживает. В консзавод номер 140 Тюменцевского района, Карповка, жили. Я как спустился, помню, спускался вот так, животом, ну маленький совсем-то, и раз-раз на печку, и оттуда выглядываю. Это мне, я прямо вижу это. Ну совсем маленький был. А он мне говорит, ну что же ты испужался-то, ко мне руку потянул, а я в угол забился. Все, больше я ничего не помню. Дальше помню уже себя в возрасте другом, там 3-4 года. Верующим быть. Я теперь благодарю Бога, что отец остался живой, что так было, что так у нас в семье все было. Мама дала понятие о суде Божьем, Бог сохранил меня от страшных грехов. Я ни разу не заматерился за всю жизнь. Я не верующий был бы, что было. Так, я умирать буду, я каждый день жду смерти. Нормальность в этом случае подразумевает и пять основных правил вашей общины. Не лги, не воруй, не сквернословь, не пей алкоголь, не кури. Еще 10 заповедей Господа Бога, нормы административной и уголовного кодекса Российской Федерации и другое. Я противник употребления алкоголя, но когда встречаюсь с друзьями, которых долго не видел, то могу себе позволить немного выпить. А мы встречаем друзья, где у нас молитва. Не курю, матом не ругаюсь и не разговариваю с матами, но когда в кругу друзей рассказываю анекдот, то также позволяю себе в отсутствии детей и женщин матернуться. Какой честный. Надо посмотреть вокруг. А я вообще не сказал. Даже не. Еще помню случай был, подвернул себе ногу и непроизвольно из меня вырвалось короткое, но емкое словцо. В интернете очень много несправедливого негатива к вашей организации. Ну, ко мне много и что. А о Христе? Два миллиарда мусульман о Христе говорят только негатив. А как? Так они же Иисус почитают. Нет, они не почитают. А они Бога считают человеком. Это унижают. А они не верят, что он умер за них. Они его этим унижают. Они отвергают его жертву спасительную. Этим они его унижают. Негатив о нем говорят. Вот. Желаю всем жителям деревни потеряем терпения, доброго здравия, душевной крепости в дальнейших трудах. На благо восстановления российской деревни в России в целом. Вот. Я вам, Михаил, желаю всего такого же хорошего. И стать верующим христианином на наших ресурсах. Все найдете. Надо найти его мне и скинуть ему. Вот. Я пишу. Только что выставил ролик вход в канал. Попросили переменить. Там я просто рассказывал. Тем более уже лагеря нету. А лагеря, деревня. Во свете Библии открытым оком. Вчера ночью уже Никита мне помог составить. Ну и даже не заметили. Он трижды повторяет гимн. И 36 фотографий. Они медленно так идут. Вот смотрите. Вот я сейчас его нажимаю. Вот смотрите. Контрл. Нажал. Теперь я его довел. Все. Жду. Все открылось. Смотрите. Снимайте там. Где твердость руки И сомнения нет В христовых Пресветлых стопах Нам путь освещает Лишь Библии свет В земных и небесных Мирах Должны внести Слово Божие в сердцах Всем людям планеты Земля Забытые строки С любовью Отца Мы сломим Вновь правду Христа Во свете Библии Поем об истине Мы путь Прокладываем свой Делами гимными Христе едиными Ведем мы Православный бой Дыхая в грехах Забыв Божий страх Родители нынче в слезах Ты смело шагай И не унывай Другим на пути помогай С крестом воплоти Нам нужно идти Пройти километры далек Ты слышишь вперед Труба нас зовет И это все делает Бог Во свете Библии Поем об истине Мы путь Прокладываем свой Делами гимными Христе едиными Идем мы Православный бой Вот столько врагов И столько друзей О Боге ты не забывай Ты в жизни своей Все преодолей Лишь Божьему слову взывай Оно тем сильней Сердце твое Случит все ясней И ясней Ведь Бог свет создал Случит все ясней И в мире сер Станет цветлей Во свете Библии Поем об истине Мы путь Прокладываем свой Делами гимными Христе едиными Христе едиными Ведем мы Православный бой На свете Библии Поем об истине Мы путь Прокладываем свой Делами гимными Делами гимными Христе едиными Ведем мы православный бой. Ведем мы православный бой. Вот смотри, медленно идут фотографии. Ведем мы православный бой. 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 Мы путь прокладываем злой, делами дивными в Христе едиными везем мы в православный бой. На свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем злой, делами дивными в Христе едиными везем мы в православный бой. Ведем мы православный бой, ведем мы православный бой. По свете Библии поем об истине, ведем мы православный бой. Ведем мы православный бой. В этой библиотеке видно Лев Толстой, Чехов, Гоголь. Показываю, разъясняю, какие собрались в городе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Сколько врагов и столько друзей, О Боге ты не забывай! Ты в жизни своей все преодолей, Лишь Божьему слову вживай! Оно тем сильней, сердце твое, Случит все ясней и ясней! Ведь Бог свет создал, Ждит ничего, Ведь в мире всем станет светлей. В посвете библией Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами дивными Христе едиными Ведем мы в разловный бой На свете библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами дивными Христе едиными Ведем мы православный бой Идем мы православный бой Вот все, показали Пожалуйста А зачем? Ну чтобы знали Такой нынче будет вход на наш видеоканал 13 минут Ну кому не надо, он не будет Теперь я гляжу Смотрю уже третий раз Надо теперь маленький сделать репортаж О том, что каждая фотография значит Объяснить их все В каком порядке идут Мне надо сначала их заметить В каком порядке это И потом объяснять Не ждать, когда будет Это намного быстрее будет Краткое содержание Или надо было отдельно Сейчас вот я показывал Останавливать и объяснять фотографии Наверное так надо было Наверное так Но я упустил это Тогда мы еще раз проиграем Когда-то будет Ну а сейчас показать Какие ресурсы У нас есть Вот Сергей Сергеев Вот кто-то прислал Вот не знаю Пока говорили Кто-то опять написал Утро ранее Я считаю Может быть ругаются Ну открываю как есть Помолитесь за грешного Сергея У меня очень серьезная проблема О чем молиться Не говорит Никакой молитвы быть не может О чем буду Мне нужно конкретно Как Елисей взяли на подержание топор И он сорвался и упал И он говорит Где? Покажите Там буду вытаскивать Что буду вытаскивать Когда я не знаю Не знаю Никакой молитвы нет Деревья какие-то Ни фотографии То есть О ком молиться О чем молиться У него проблемы Слово проблемы Я вообще не люблю Нерешенный вопрос Вот ничего нету Вот Сергей Кто будет слушать Чтобы знал Это не годится так Просят молиться А за кого молиться За деревья За березы Чтобы Бог нам отдал На дрова их Ну это еще можно Я все переставляю сюда Переношу С видеоканала Вот сегодня Равняйте дорогу Убирайте камни Это мы с Никитой Подводим В одной упряжке Полтора года я назвал Вот у Никита здесь Ну а это вот как раз Вот этот Вход в скайп В видеоканал Ну и еще вот это Новый Считает проповедь Златоуста Я люблю очень Мой мир Мой мир Он лучше чем Видеоканал И прочее Почему искать Очень удобно Вот у меня здесь 20 тысяч 555 фотографий Ну там Повторы Не повторы Бывает Когда фотографируют Несколько кадров Дает сразу Я даю Почему Потому что Неизвестно Кто что выберет Ну много фотографий И как их найти И найти Там плейлисты Открываешь Это не контакты Про одноклассники Говорить надо Вообще дохлая зона Там еще нет Вот Так а тут было Когда раньше Не преследовали Пакости не писали Там переключение Раз за три сделаешь 10 тысяч человек Могли от меня получить 10 тысяч 12 фотографий Одновременно 5000 знаков Вот как было А сейчас ничего Этого нету Дальше Что у нас есть Здесь легко Почту писать Все удобно Мой мир Кто создал Не знает Благодарить его Бог Ну и вот Во свете Библии Тут прямо написано Это наш Форум Наш форум 2487 день Это можно посмотреть И высчитать Когда будет Сколько лет Уже мы Ну и новое сообщение Вот здесь только нажать И вы зайдете На первую страницу А вот здесь Вот общий поиск Вот общий Не поиск по темам А общий поиск И вы знаете Что искать И сразу рамочка Напишите И сразу выйдете 1603 темы Ну и что у нас Тут еще есть Вот я смотрю ролик Вот к слову сказать Ролик смотрю Не досмотрел Вчера Что? Тайная жизнь Росомахи Посмотрите ролик Не помешает его вам Я вчера смотрел Тайна смерти Черняховского Генерала армии Толбухина там Ну тайна где там Как кто его убил Как кто его убил Вот почему он Погиб И нескольких Военных начальников Я посмотрел Главное Все успешно Все Смерть в тот момент Когда даже не думали Все У Черняховского Гитлер это сказал Конечно Этот учил там Йозеф Геббельс Их же смерть И детей потравил Без Бога А с Богом Своя смерть пришла Павел говорит Желаю разрешиться Быть со Христом А вот истокуда В землю червям Глопухная Страшно сказать Откуда ты произошел Откуда все Бога признать Все стало на место Является тайной Откуда Бог Бог вечен Все Но как разнообразие Такое И проще Ну и дальше Наш видеоканал Вот он и есть Видеоканал И сегодня я утром Встаю 4.40 Смотрю что И где вставляют Что Вот посетили Этот наш Ход в канал 208 За 8 часов 208 Для нас это нормально Вот Как построиться В Потеряевке Что и почем Вот здесь ролик В честь и без честь Это она Тут такое тоже Вот Равняйте дорогу Это мы с Никитой И события Уже 345 Ну еще 20 Выставили И все Год прошел Ну и еще Большой ресурс Тут все у нас Большой такой ресурс Ради чего Гимн составлен Был Владимиром Ачалиным Во свете Библии Православный Библейский сайт И вся Вот Особая ценность 4124 Ответа на вопросы По темам Тем 55 То есть у нас Очень-очень богатые ресурсы Найти Жития Святых Здесь насчитано Златоуст И все это Выстроено Искать На какой дорожке На каком файле О чем говорится Продолжительность То есть Труд здесь Неимоверно положен Мы когда дали знать О нашем сайте Форуме Нашему Правящему Первосвятителю Как этот Предстоятель Иларион Метрополит Русской православной Зарубежной церкви Капрал Фамилия его И он говорит Какой огромный труд Вы проделали Вот Понятно Одному ничего не сделать Как одного спрашивали монаха А кто строил Братья Ну и я с ними был Ну как по-другому Сказать Я делал Нет конечно Я вообще ничего не разбираюсь И все время находятся люди Новые и новые Вчера вот мне Звонит один Здесь По скайпу Так дайте ваши Данные Где вы получаете Вроде пенсию Карта Тут приходят люди К ним В другом городе Там где-то И хотят вам перевезти деньги Ни у кого не прошу Повторяю Почему Бог знает За всю мою жизнь Ко мне не прилипла Ни одна копейка Которую я проел бы Пропил Проездил Нигде Ни разу Я и не понимаю Как это И поэтому Если человек стомневается Что на один процент А куда их и страшно Я уже не возьму у него Зачем Деньги Даже дающие Охотно Бог любит Зачем ты будешь Милостыню свою Губить Из-за меня Ты мне не доверяешь Нет я доверяю Теперь поясни Почему ты не доверял Так везде так Дашь на одно На другое Не по назначению За других не отвечаю Я только за себя Никогда Нигде не разу Вот я поехал Дорогу не доделал Нынче Там Песок не привезли И я оставил деньги И один Мне уже звонит И говорит Ну у меня вот сейчас Там нужна какая-то Вы можете там взять деньги Ну я сказал Где ни у кого хранятся А к весне я отдам Нельзя прикасаться Они Назначены Куда Целевое назначение Судят иногда Губернаторов Нецелевое Да как ты мог Куда деть-то Ты мог Если бы ты Ну видел там Наводнение А дали деньги Там на строительство Стадиона Что строить Когда у людей Жить на зиму негде Это понятно А так это нет Ну вот все За вчерашний день Вчерашний день Чем у нас отвечался Я дома сидел Но я много смотрел Фильмов Пост начался Вот И вот я смотрел Вчера как раз Военачальники Маршалы Это сказать Генералы армии Как были застрелены Там один на Украине Другой В Литве И все думаю С чем вы на суд Божий Предстали Смотрю на них И нельзя помолиться даже Нельзя Вот я смотрю Она что Подошла Ей надо зайти От кошек я прячу Вот она уже знает Я ей открыл дверку Смотря на какая умная Там лежит рыбья голова Чтоб другие не отняли кошки Она маленький котен Видите Когда же в этом строге порядок Толбухин Так А кто его Ну кто-кто Ушел из жизни Все уже умерли Богу нашему Слава Во веки веков Слава Веки 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 У нас что-то